Всем привет, с вами Роберт, и я относительно недавно, буквально только что посмотрел это видео, буквально только что, то есть я посмотрел и сразу сел озвучивать, вот, и меня так это растрогало, прям слезы наворачиваются, так что надеюсь, что вы посмотрите и оцените это видео. И если вы это оцените, то вы наверняка распространите его, и больше людей узнают об этом видео и помогут как-нибудь этому парку, смотрите. Всем привет, взрослые и ребята, вы на канале Елены Зверята. Сегодня я узнала одну вещь, одну новость, которая была вообще абсолютно неожидаема, мне кажется, практически не для кого. Многие знают, что я отдыхала в Крыму три года подряд, и три года подряд я посещала парк Львов Тайган, там и зоопарк сказка, там много зверей, там и сафари парк Львов. У меня были видео на канале и в этом году, и в прошлом. Я знаю, что этого парка гигантское количество поклонников, его любят, его ценят. Я вам расскажу и оставлю ссылочку под этим видео. Во-первых, оставлю ссылочку, вернее ссылочки на свои видео про этот парк. И оставлю ссылочку на видео, в котором рассказывается самим Олегом Зубковым. То есть название моего видео, это не какое-то там придуманное название, это ниоткуда с потолка не взятое, это не способ заманить зрителей на канал, это на самом деле так все и есть. Потому что это со слов самого хозяина, самого создателя этого парка Львов. Ну и начну немножко по порядку, как получится, не знаю. Значит что, в Крыму есть такая ветврач, Тушина Оксана Петровна. И эта ветврач привязалась, говорю своими словами, к этому парку Львов-Тайган. Начала на них писать разные петиции. Значит первая петиция она увидела на каком-то льве царапину. Давайте выясняйте, что за царапина, чего, почему и откуда. Составляйте а кто да сё. И значит Олег Зубков, конечно с горечью, немножко с юмором рассказывает, что мы опросили всех львиц, мы опросили всех львов. Никто не признался, что поцарапал какого-то там льва. Они даже не знают о каком льве шла речь. То есть в дикой природе можно понять, что львы дерутся, львы друг друга царапают и кусают. Неужели в сафари-парке они не могут этого делать? Это какой-то бред, просто бред самый натуральный. В итоге они составили этот акт. И что же вы думаете, это ветврач или кто там, органы ветврачей выписали штраф в парку львов на 500 тысяч рублей? Ладно, это ещё что? Второе. Опять же это ветврач, тушина. Увидела кусок недоеденной свинины, который валялся внизу на земле. Может быть питомцы не голодные, может быть там что-то как-то отвлеклись. Ну мало ли, лежит кусок мяса, ну и что страшного? Короче, она опять и пишет акт, потому что валяется этот кусок мяса. Она увидела. Значит, опять составляется комиссия. Опять все они проезжают, эта комиссия по этому сафари-парку. Находят там всякие шляпы. Я сама видела там шляпы. Панамы валяются. Даже нашли два мобильных телефона, что меня сильно удивило. Почему владельцы этих телефонов, которые их уронили, не обратились к администрации, чтобы им их достали. Но неважно. Короче, собрали там весь мусор, бутылки пустые. Составили акт, что никакого куска мяса не нашли. И что вы думаете? Это не устроило никого. И снова ловите штраф. И снова 500 тысяч рублей. Причем, это опять же врач написала в куче там инстанции, по всяким судам, по крымским. И все-таки добилась своего. 3 декабря в 10 утра в Белогорске, в Белогорском суде, сам сафари-парк находится в Белогорске, состоится суд по закрытию парка Львов. И причем закрытие это, я не знаю, на сколько там, может на 3 месяца, может на 6, ну не важно. Но, как сам говорит Олег Зубков, это все, это, можно сказать, парк не откроется. Во-первых, нужно понимать, что этот парк живет за счет посетителей. То есть, животные питаются за счет тех денег, которые мы платим за вход. И плюс мы берем с собой еду. Но то, что мы берем, я даже это не считаю. За счет посетителей, потому что это очень популярный парк. И туда просто куча народу едет. Я знаю, что летом это там вообще толпы. Мне кажется, в другие времена года тоже народу много. Но не столько, но все равно много. И если даже приостановить работу парка сейчас, вот на 2-3-4 месяца, животных надо чем-то кормить. А чем их кормить, если не будет тех же посетителей? За счет чего кормить? То есть, надо принимать какие-то меры. Дальше будет еще страшнее. Потому что рассказываю, это вообще ужас. Кстати, Олег Зубков называет крымских ветеринаров больных на голову людей. Он даже не стесняется это произносить. И, видимо, у него есть на это веские основания. Вот такое вот чувство, такое впечатление, что все это не просто так. Это с целью либо обанкротить этот парк, либо забрать эту землю. Я не понимаю, что это происходит, но что-то происходит. Потому что просто так ничего не бывает. Какой-то кусок мяса за него зацепиться, да? Или там какие-то царапины на льве, на попе льва или на чем там они были. Это вообще как бы в голове не укладывается. И то, о чем до этого я не знала, я видела в парке медведей. Ну, видела их, ну, несколько. И когда Олег Зубков в своем видео сказал, что у него в парке около 40 медведей, думаю, где они там прячутся. Оказывается, он собирал этих медведей по циркам, по каким-то там охотничьим угодьям. Где-то везде собирал этих медвежаток, медведей. И у него была цель создать в Севастополе парк медведей. То есть он, несколько медведей, они были в зоопарке. А в несколько медведей там до 30 голов, или как правильно, особей держались на прилегающей территории. Ну, все там вместе, только они не показывались люди. Он их также содержал, кормил. Все это было и тоже тратились на них деньги. И что же происходит сейчас? Сейчас он понимает, что на него так насели, что вполне возможно, что сначала закроется этот Сафари парк. Потом дело дойдет и до сказки, до зоопарка. И он принял решение. Во-первых, сколько-то львов он отдает. Не знаю куда, я не поняла, или он не сказал. Из Сафари парка, по-моему, или 12. Не помню, не буду врать. Потом речь об вот этих вот медведях. Опять же, это очень страшно. Он понимает, что не будет возможности содержать этих животных. И приходит к такому мнению, что их надо либо раздать. Ну, представляете, да, кто возьмет 30 медведей. Это же сколько кормежки. Ну, может, в цирк куда-то. Ну, это, мне кажется, нереально 30 медведей куда-то деть. Конечно, он призывает все, кто может взять, все, кто может содержать. У кого есть такие вот возможности. Может, я не знаю, в зоопарк куда-то. Не знаю, может быть, разберут. И это было бы величайшим счастьем, чтобы не дошло дело до трагедии. Если нет, он сказал, что медведи будут отстреливаться. То есть, их будут просто, либо это будет эвтаназия, ну, как бы, да, усыпляют. Но эта эвтаназия, слово прозвучало всего лишь один раз. А слово отстреливать прозвучало в этом видео прям несколько раз. То есть, скорее всего, он склоняется к мысли, что медведей надо будет просто застрелить. Можете представить? Это просто где в голове не укладывается. Ну, как так вообще? Я знаю, что у меня на канале есть зрители. По крайней мере, по тем видео, когда я снимала парк Львов, мне писали комментарии, что, допустим, я говорю, вот там обезьяна или еще что-то. Мне называли даже этих животных и по имени, и называли их пол. То есть, люди смотрят видео. Там кто-то смотрит видео, любит этот парк Львов. Прям везде ищут в интернете эти видео, мечтают туда попасть. То есть, даже на моем не таком уж большом канале очень было много поклонников и тех, кто любит этот парк, и которые мне писали комментарии, что-то объясняли, что-то рассказывали. То есть, они знают этот парк больше меня в тысячу раз. То есть, просто там даже по видео, по видео они смотрят и все это знают. И мечтают туда попасть. Ссылочку я поделилась этим видео, которое я смотрела, и которое я вам рассказываю сейчас, и которое вы тоже можете посмотреть. Я поделилась в своей группе ВКонтакте. Если кто-то может, если кто-то сочувствует, соболезнует, то тоже, пожалуйста, делитесь в социальных сетях, чтобы больше людей знали об этой проблеме. Потому что, чем больше людей будет знать об этой проблеме, тем больше шансов, что все останется на своих местах, что не тронут этот зоопарк. Хотя Олег Зубков прям с таким вот говорил, что он чувствует, что что-то будет, что это все закроется. И, ну, прям вот на сердце видно у него прям камень-камень. Судя по комментариям, все люди за него вообще я не нашла ни одного, не увидела, вернее, я не искала ничего, не увидела ни одного негативного комментария. Никто не написал, да-да, так и надо, и все прочее. То есть там, хотя стояло на момент, когда я смотрела это видео, 15 дизлайков. Это ерунда, конечно, но кто-то умудрился их все-таки улепить. Кстати, весь мой рассказ был под видео, которое я снимала в этом зоопарке, в парке Львов-Тайган, в сафари-парке, и зоопарке. Для меня это все как бы одно целое. Так что давайте поддержим хотя бы репостами, потому что еще было, немножко скажу, пару слов. Были комментарии, много комментариев и предложений открыть донат и собирать, ну, деньги в помощь этому зоопарку. Но Олег Зубков, он понимает, что это нельзя так жить постоянно на деньги, которые он должен ждать от кого-то. И как сегодня? Вот сегодня есть деньги, завтра нет. Нет, это не выход из положения, поэтому он не согласился на донат. И ничего ему от нас материального не надо. Но то, что вот репосты в социальных сетях, это большая будет ему помощь. Потому что чем больше людей об этом узнает, тем больше гарантий, что будет принято правильное решение. Потому что хороших людей в жизни гораздо больше, чем плохих. Ну, а на этом, мои хорошие, всем пока, всех люблю. И, конечно же, до новых видео. Надеюсь, что вы испытали абсолютно те же самые эмоции, что и я. Так вот, распространяйте это видео. Пусть больше людей узнают об этом видео. И тогда, может быть, принято очень хорошее решение не закрывать этот парк. Я никогда не был в Крыму, но мне очень хочется теперь посмотреть этот зоопарк, пока его еще не закрыли. Так что, всем удачи и пока.